Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко и традиционный еженедельный выпуск новостей SkyWay. Сегодня вы узнаете, на какой стадии находится подготовка струнного транспорта Веницкого к серийному производству, и чем был знаменателен этот день в истории компании-разработчика технологии SkyWay. А теперь обо всем подробнее. Переходим к новостям управления подвижного состава за выходящую неделю. Для отработки вариантов компоновок, а также поиска дизайнерских решений на этапе раннего проектирования, разработан посадочный макет-трансформер. Конструкция макета позволяет изменять его габариты и форму. Таким образом, можно реально оценить уровень комфорта, удобство посадки пассажиров и даже маневрирование коляски для людей с ограниченными возможностями. На данном этапе уже пройдена ранняя валидация различных моделей сидений, вариантов их размещения и определены минимально комфортные размеры салона, следующие модели городского юнибуса. Для организации взаимодействия систем комплекса Unilight и обеспечения его бесперебойной работы был разработан алгоритм управления комплексом, включающий в себя два основных режима – перевозку пассажиров и грузов. Кроме того, были проработаны алгоритмы управления автоматической зарядкой транспортного средства на остановочных пунктах для его подзарядки во время высадки и посадки пассажиров. В алгоритмы заложены все необходимые средства проверки и диагностики перед началом, а также во время движения модуля, который обеспечит надежное автоматическое управление комплексом Unilight. На прошлой неделе начальник управления развития бизнеса Светлана Волошина побывала в студии радиостанции «Легенды.ФМ» и рассказала в прямом эфире о струнных технологиях, инновационных разработках компании и планах на будущий год. Меня зовут Ольга Нефедова. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Моего оппонента зовут Александр Овчинников. Здоровайся. Ничего не изменилось. Это действительно я. Здравствуйте. Эфир у нас сегодня, уважаемые друзья, непростой, а я бы сказала, посвященный новогоднему, вот в преддверии Нового года, посвященный чуду. Потому что что как ни чудо, можно назвать те технологии, о которых мы сегодня будем расспрашивать нашу гостью и рассказывать всем вам. Итак, Саша, продолжай, пожалуйста, тебе слово. Да, технологии называются струнными. Струнные технологии. Представитель, вот я не знаю, этого направления, скажем так, в современном технологическом искусстве сегодня у нас в гостях. Это Светлана Волошина, руководитель управления развития бизнеса. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мне теперь тоже хочется как-нибудь затейливо поздороваться. Давайте, придумайте что-нибудь. И объявить о новогоднем чуде. Да, буду сегодня рассказывать какие-нибудь новые интересные вещи про наши струнные технологии. Переходим к рубрике «Этот день в истории Skyway». 20 декабря 2000 года в администрации Озерского района состоялась презентация действующей модели струнного транспорта Юницкого губернатору Московской области Борису Всеволодовичу Громову. В 2016 году в Экотехнопарке в это время шел монтаж анкерных опор путевой структуры для грузовой трассы. Они, кстати, являются одними из самых сложных конструктивных элементов путевой структуры, поскольку имеют двойное назначение, выполняют функцию силового элемента и могут быть совмещены с несущим каркасом различных строительных сооружений и зданий, погрузочных и разгрузочных терминалов, производственных цехов, мастерских депо, помещений для технологического оборудования. Таков наш сегодняшний отчет об успехах в развитии технологий Skyway за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, и струнный транспорт всегда будет для вас попутным. Строй Skyway! Спасай планету!